Суни более 5 километров сегодня артиллерия Донецкой Народной Республики нанесла удар по складу боепитания группировки украинских силовиков, которые находятся в окружении. Вот с этой точки виден столб густого черного дыма, это взрываются боеприпасы, горит здание. По данным разведки Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов находился на окраине Дебальцева. Вместе с этим складом уничтожено несколько единиц украинской бронетехники, также уничтожено несколько танков. При этом ситуация в зоне у Дебальцевского котла остается крайне напряженной. Украинские военные продолжают использовать всю огневую мощь артиллерии для того, чтобы выбить ополченцев с позиций в населенном пункте Логвинова и деблокировать так называемое горлышко Дебальцевского котла. Потери несут обе стороны, и это несмотря на то, что перемирие должно наступить чуть более чем через сутки. Вот эксклюзивные кадры. Самая горячая точка у Дебальцева с воздуха. Танки ополчения блокировали дорогу. Ведут огонь по колоннам украинских силовиков, которые атакуют мотострелковые подразделения ДНР. Бойцы этих подразделений удерживают Логвинова и не дают украинским военным выйти из котла. У них планы до 15-го числа, я так думаю, они хотят прорываться, потому что официально украинские власти завершены никакого котла дня. И предпринимаются максимальные попытки разорвать котел и прорываться. Потому что как будет развиваться события после 15-го числа, там уже, думаю, ни для кого не секрет. Когда будет уже, ну, согласно перемирию, прекращен огонь, а украинские силовики, которые находятся в котле, будут продолжать прорываться. Естественно, мы должны принимать меры по защите и предотвращению таких попыток. Украинские силовики, что называется, любой ценой, пытаются прорвать окружение в районе населенного пункта Дебальцево. В первую очередь под огнем находится населенный пункт Логвинова. Там ополченцы блокировали трассу, которая соединяет Дебальцево и Артемовск. По Логвинову бьют всей огневой мощью, которая есть в распоряжении украинских вооруженных сил. Это и дальнобойная артиллерия, и реактивность системы залпового огня. Град Ураган использует даже смерч. Причем применяют не только осколочно-фугасные, но и кассетные боеприпасы, которые используются для уничтожения живой силы противника на больших площадях. Несмотря на все сложности, а против бойцов ополчения и погода, видимость отличная и рельеф держать позиции приходится в чистом поле. Силы ДНР не дают прорваться украинским военным. Попытки отражают. Украинские силовики, несмотря на то, что упустили инициативу, смогли разместить на высотах корректировщиков огня, которые пытаются наблюдать за перемещением бронетехники сил ополчения и корректировать огонь артиллерии, которая находится в Светлодарске. Это по другую сторону линии противостояния. Несмотря на то, что в Минске приговоры завершились успешно и выработан план прекращения огня, здесь об этом никто ничего не знает. Здесь продолжаются активные боевые действия. Украинская артиллерия бьет не точно. Часто силовики попадают в жилые кварталы поселков. Украинские силовики вновь используют зажигательные боеприпасы, бьют со стороны Дебальцево. Это оттуда. Причем бьют не только по позициям ополчения, но и по жилым кварталам. Это окраина Углегорска. Вот буквально минувшей ночью по этим домам ударили с применением кассетных снарядов. Здесь начался пожар. Но по счастливой случайности никто не погиб. Все люди отсюда выехали. Это фосфор, желтый, заблечен. Вот фосфор горит. Помоги, надо. Это все, что должно попасть было в дом и в короче. Вот осколок от нее. Обстановка тяжелая, но при этом ополченцы еще и атакуют, чтобы сковать резервы группировки украинских силовиков, которые оказались в окружении. Кольцо вокруг Дебальцево медленно, но сжимается. Ополченцы все ближе к позициям украинских силовиков, которые находятся непосредственно в городе. Сейчас до Дебальцево прямой не более трех километров. Ополченцы продвигаются вперед. Это уничтоженная украинская бронетехника. Подразделения украинских военных пытались прорвать позиции сил Донецкой Народной Республики у Углегорска. Но противотанковые расчеты ополченцев уничтожили машины. Спереди у нее надпись такая. Слава Украине, героям славы. Но эти герои все видят, что они творят. Уничтожают население, уничтожают города, мирных жителей, женщин, детей. И это уже не герои, а уже фраза там уже другая у них идет. Все уже это знают. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Станислав Еловский и Владимир Селеменев. Вести. Дебальцевский котел.